приветствую вас уважаемые господа редкие дамы сегодня у нас достаточно интересная встреча дело в том что многие годы я поддерживаю отношения своим хорошим приятелем коллегой по 90 на свое время познакомил володя блондин мы то терялись то находились но в общем какую-никакую связь сохраняли он не собирается сегодня что-то рассказывать в его в планы не входит встреча с камерой но он привез для меня замечательного собеседника на человек который как и большинство моих гостей многие годы провел за проводкой провел крайне бурную жизнь в которой были и побеги и поножовщина и в общем чего только не было шантарам отдыхает кто читал но впрочем что я растекаюсь мыслью по дереву он вполне сам о себе может рассказать витя крикун добрый день уважаемые все кто смотрит эту программу я несколько раз смотрел программу с михаил морским очень мне понравилось его его подача материала его общение с людьми и поэтому сегодня я вот как говорится познакомиться со своим тоже товарищем юрой он говорит виктор поехали встретимся обязательно с этим человеком михаил горит я рад не поли крышу он не юра не юра не юра и ванныч и ванныч вот и ванныч говорит поехали игру конечно я легкий на подъем и сегодня мы здесь хотим поведать о моей прошлой жизни как какую я бурную жизнь провел правильно михаил сказал в общем начну с того что семь девятом году я получил 15 усиленного режима за разбой на падение и убийство и у меня была группа с которой я попал в тюрьму один получил расстрел высшую меру наказания один тоже 15 только строгого и еще несколько человек поменьше срока в перми в перми город мере я сам родом из перми пермске меня ребята очень хорошо знают товарищи и естественно мою биографию они все знают пришел я был в прошлом спортсмен имел 7 по 7 видам первый разряд и кандидата в сборную по биатлону четыре года занимался профессионально биатлоном и я был уверен что я супермен я так возомнил о себе что я такой мощный что я могу всякие горы сдвигать в итоге первая попытка я так как раз в семьдесят девятом вошел только в девяносто девятом ровно 20 лет я провел пеницициарной системе вот молодости до годы молодые 20 лет но так как я не мирился с тем сроком которым не дали первый побег было сразу через две недели зоны на рыбок за два месяца мы прошли поясни что такое разница рыбок это значит на глазах часовых на вышках через запретку мы втроем пошли в тайгу тайга была рядом 30 метров от запретки по нам сразу началась стрельба началась погоня буквально через минуту собаками и один товарищ и от страха развернулся назад зону а мы вдвоем убежали в тайгу и за два месяца мы прошли больше тысяч километров по северной уральской тайге а второй парень насколько был подготовлен который со мной ушел он был в прошлом десант прошел десантным подготовка а у меня армейская подготовка ты учил это учитывал это когда пошли или чисто вот то что товарищ мы с ним познакомились в день побега прямо в день побега утром познакомились вечером побежали это дело спонтанно вообще а вообще готовили или нет или вообще не готовили или вот почувствовали что можно или как готовили почему там ремонт забора проходил и у делали систему сигнализации на карту 2 меняли сигнализацию и я смотрел с двух сторон уже четко все было сделано там прорваться просто невозможно было с одной стороны еще оставался 50 метров свободного пространства где они прорабатывали днем работали и уходили меняли ночью там их вечером выходили уже автоматчики собакой выходили на это место где не за не закрытый участок был и все а следующая сторона четвертая там выходил в сторону поселка куда стрелять нельзя было это поселок большой сом туда стрелять нельзя потому что пули автоматные тогда к 77 62 калибр дам пробивала до 5 километров опасной пули поэтому туда стрелять нельзя и у нас два дня фактически оставалось для возможности побега и я говорю ну чё товарищи идем поход в этот они горит идем но одного было 15 тоже усилено у меня 15 и у одного 11 и сколько он был на данный момент я именно на зоне две недели я ну а последствием последствием семь месяцев плюс два два месяца мы ожидали конституционно у нас большой городской суд судил и у нас короче ты года у тебя впереди было 14 даже больше но оно того стоило понятно естественно я еще о себе думал что я прошлом такой спортсмен плюс у меня антисоветская была программа в голове диссидентская и я вообще не признавал уже советский строй поэтому я думал ну что тут делать в этом союзе надо бежать а у меня первая попытка я ее потом объясню была попытка побега с острова шикотан в японию это было в семь седьмом году это ты имеешь ввиду как увольного человека да да свободно больные да я я первую попытку я хотел сбежать именно через воду по проливу уплыть уплыть в японию а когда пограничники догнали ты делал так кричал что я сузуки мациока в общем у нас история была такая но самое мы отвлекаемся я здесь просто как-то сделал маленького комментария что первый первый побег у меня было в японию подготовлен но он был неудачным а когда я вернулся в фильм я вошел опять криминальную группу уже криминально спортивная бригада тогда название опыга не было было название что просто бригада или как бы чем кормились ведь бизнеса еще не было бизнеса только-только появились уже подпольные цеховики появились цеховики появились подпольные миллионеры появились но мы вычисляли их в общем совершали разбой нападения и и готовили как бы у нас было так одна часть у нас и команды действовала чисто уголовные криминальные элементы были а другая диссидентского плана и все и когда нас уже мы замахнулись на власть вообще нелегальную власть в городе перми я лично подготовил девушку которая записала компромат на секретаря обкома партии коноплева она записала в у нас был это ака и такое-то ну магнитофон и в итоге диск мы не диска еще дисков не было пленка 2 кассета и мы не знали что как применить этой кассете ход дать чтобы диктовать уже условия этому секретарю обкома но тогда кгб было и она была так они нас вычислили быстро вычислили очень быстро кто выдал эту запись неизвестно и нас вычислили и половина не дожила даже до следствия половина и жестко работала пермская кгб блин очень даже и некоторые говорят да как там а как не дожила аварии или в тюрьмах в тюрьму у нас попало человек 30 которые попали в тюрьму под следствие разделили отдельное дело производства почему отдельно тогда не было у нас мафии не было пг и чтобы у нас не было проституции не было наркомания не было бомжей в общем у нас был социалистический рай это по идеологии идеология коммунистическая была такое что в 80-м году еще никита хрущев обещал показать последнего преступника обещал он 60 до 80-м году поможет да вот это слова вот представьте насколько это было далеко от жизни от истины вот и в итоге в 80-м году последний преступник и все на самом деле в 80-м только начало развиваться организована преступность я тебе сразу же вот а та часть которая работала по криминалу были конкуренты впервые и если были то кто с кем-то конкурировали мы когда начали эту корицу задача была захватить власть в городе мы так начали спортивные бригады но у нас были все мастера спорта боксеры подпольные каратисты были борцы были нашей команде ну все и в итоге мы не зная что такое тюрьма очень мало среди нас было судимых мы слушали их байки но думаю да чё они нам там рассказывают мы такие в себе самоуверенные но все лидеры спортсмены обычная тема да и мы боевые как мы про себя я захожу я несколько человек мог один сразу уложить ну вот худенький такое ну а не понимают что такое что такое тренировка столько борьба что такие приемы есть когда человек десяток можешь положить и все и вот в итоге никто не представлял что такой вот худенький могу там сделать и в итоге еще мы себе от того безнаказанность мы взращивали вот этого человека монстра что я все могу мне все дозволено преград нет этого нет вообще для нас все и когда мы просто уже ходили я вот у меня есть товарищи которые в прошлом прошли весь криминал от от малолетки и выше они прошли всю жизнь в криминале они меня не воспринимают почему потому что я был как бы в то время в их глазах беспредельщик беспредельщик это я значит нарушал их незаконные а я их и не знал особо вот и понять и не да да я чё я думаю дачу мне кто-то там будут рассказывать в итоге мы например заходили когда касалась каких-то там уже интересов наших и просто горели парни отходите в сторону вам сами не справиться мы вас всех уничтожим а кто были эти люди как правило но синяя мазь это все которые прошли зоны там они они перед нами но как мы на них смотрели ну чё они такие уже кажется сломлены я так и считал что сломлены и когда даже пришел уже в зону уже самого имея 15 и настройки режим пришел настройки уже после первого побега я пришел я на них всех смотрел я уважал только человек 5 иногда максимум 7 в зоне за их не характер и за их не мировоззрение за их дух который у них есть за бойцовский качество остальных всех называл зомби рабы холопы это это говорю кто это зомби иди отсюда еще с тобой разговаривать и говорю раб говорю на галерах этих ну советов вот такие у меня было вот такой восприятие а ты помнишь ты знал племянника сашу или слышал вот но он покойный сейчас освободился его пасынок застрелил в первый же день после освобождения вот он был последним или одним из последних серебряных призеров чемпионата вот это как это по армии первенства вооруженных сил вооруженных сил по боксу и вот он где-то в 55 в третий раз заехал и я не знаю там деталей но на метлу вроде это самое но вот он звонил ей говорит блин типа вручайте где костя дотянись до кости я говорю саш что-то дарим болит им бэм 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 и дни ну как ну все но вся камера придет я ничего не смогу сделать у тебя не было такой ситуации или ты был уверен что ты и и вот ну настолько был уверен своих извини меня но ночью течет это самое знаешь как это у тебя какой стиль бою меня шатакана у тебя какой один в ночи михаил я когда уже вошел камеру 1 первоходом да но у меня уже за мной там уже было такое движение разное и я конечно в камере я спокойно здорово-здорово мне кто-то предложил присягу сделать присягу а прописку прописку я говорю слушай а я в детдоме детдоме три недели отсидел еще раньше в побег уходил 14 лет на охоту мы ходили на медведя в часовом нас поймали в итоге это я им горел я вам сейчас сам прописку сделала в любом месте пишут они конечно поняли что со мной очень разговаривали а горит какая статья говорю 146 102 это значит разбой и они сразу отошли все они поняли ребят вот виктор заговорил о побеге что вот есть побег есть нарывок и так далее то же самое в этих преступлениях потому что я читаю вот порой что пишут наши журналисты есть кража это скрытое хищение имущество есть грабеж это открытое хищение то есть когда ты рванул там у женщины сумку с плеча или там я не знаю шапку с прохожего и побежал это грабеж и есть разбой разбой это грабеж с применением оружия или с угрозой жизни здоровья потерпевшему то есть ты можешь не применяя оружие сказать ну-ка дай там там ну там я не знаю кошелек а то зарежу и это будет разбой потому что кошелек не потому что потому что я искал я тебя зарежу угроза жизни и здоровья потерпевшему ну вот значит поэтому вот такие тонкости некоторые ну давай дай не забудь что мы где-то от побега сейчас оторвались двух словах разбой нападение это когда физически уже или связываешь или бьешь бичок лежит вот это разбой нападение еще оружие или с применением оружия оружие может быть и нож и пистолет ну без разницы но это физически тоже нанес определенный урон ну или свежал или отключил от сознания вот но здесь у меня просто да да получилось получилось и так что я как спортсмен вот просто вот мой вопрос михаил который ты мне говоришь как я себя я сразу первый раз когда меня один послал как ну там нас переполнены камера была и он горит да пошел ты а за эти слова особенно этого первоходы цепляется очень строго но я говорю слышат я тебе дал поводы так меня оскорбить вот еще раз меня также пошлешь на три буквы я я с тобой по-другому буду говорить ну все и в итоге на на второй раз я его поймала на удушающий прием и придушил немножко чтобы он понял куда попал все все испугались у него пена изо рта он упал натиратели заскочили что такое его вы вытянули с камеры ну в общем он не сдал что ну не сказала что случилось в камеру заходят и все все после этого со мной уже разговаривали только на бутылебедный все там были еще по какие-то попытки я когда заниматься там я сразу начал заниматься ну я спортсмен и я не мог без тренировок я 3000 в день приседал и 3000 в день отжимался и плюс это в день в течение дня и там по 100 по 150 ну по-разному а еду и все для меня это как тренировка еще отрабатывала в боевые приемы вот увлекался я еще стала играть шахматы меня там один студент научил играть шахматы а я студенту помог как выйти от срока от большого он ехал вот просто это отличие отвлеченный тем немножко он ехала сама учился в симфе это свердловский институт народного хозяйства студент и ехал в поезде и в купе там пьяненькие кто-то он уснул пьяненькие а кто-то зарезал 12 ножевых ранений и он проснулся когда я уже милиция это ты он да я ничего не знаю я ничего не помню и вот он в камеру попадает я на него смотрю ну парень вообще потерялся ему грыл слушай играть ты за что он да вот меня в убийстве обвиняют я бы ты чё я ничего не помню такие вещи нельзя говорить ты наоборот говоришь мне было плохо я вышел там мне стошнило я зашел и спать лег я все помню я все при память и все я его научил горнив дома на суде сказать я ничего не помню скажи плохо стало я не любитель спиртного я выпил рюмочку ушел в туалет не тошню пришел я даже не смотрел кто там лежит где лежит я сам лег спать и все игру прости проснулся все помню и когда он это сказал естественно понимаю он был не был обвиняем в этому убийстве уже реально потому что он на самом деле даже до ножа ему дело не было он другой человек английский меня учил меня английскому шахматы общем я развивался японскому надо было японский я учил потом уже во владимире я учил японский отлично поболтаем да и самое самое интересное и вот и конечно я быстро мне у меня товарищ подельник как мы называем подельник по делу орел он сейчас погиб уже давно и вот орел уже сидевшие даже побеги него были прострелены был и он мне говорит как-то сосредственно в боксе посадили он мне говорит братан ты ведешь себя там неправильно камере я хочу случилось да там пришел кто-то и из нашей камеры к ним на строге и горит о по ошибке к нам попал и горит а он там беспределит курить не дает а я такой слушай я никому не запрещаю ему через вот через стенку мы раздавим в боксиках это братан я говорю я никому не запрещаю ну ты на всякий случай предупреди что и я захожу в камеру после этого допроса там когда вы следуете и говорю бродяги и кто хочет курить курите потому что я весь день могу заниматься курите вы там чифер варить я там ну все я никому не препятствовал ну я никому не запрещал и все я это сразу стал потом уже себе отложил вот это к чему я начинаю набираться опыта уже тюремно понимаете с первых ход как первый ход я чувствую что тут какой-то не согласен с этой системы там я не имею права им мешать жить у них своя жизнь у меня своя я им говорю вы тренер я тренируюсь вы на меня не обращать внимание это мое ну мое у хобби как без увлечения и вот знаете как они говорили на воле надо было спортом заниматься против лома нет приема а потом читаешь на это десятиклассник иванов догнал особого особо опасного рецидивиста ограбившего сберкассу и смог обезоружить преступника они мне много много еще было в этом плане когда мне говорили братан ты чё тут спорзал что ли нашел там это это уже на особом не даже было дико когда я вам объяснял я помню когда первый пришел уже на особый режим это я перебивки такие да ну мы потом сориендируемся в общем на особый режим тридцать один год один из молодых особо опасных преступников это уже был я за по за побег за один потом за побег с пермской тюрьмы с нападением восемьдесят третьем году я совершил нападение в пельме ведь сейчас мы на первом побеге сейчас да вот пошел на рывок да давай вот пошел на рывок и и два месяца мы были в тайге товарищи вот рассказывай да волков видели медведей видели кого там чукчи видели самое сам вот если взять вот именно конкретную тему вот представляете наше состояние чем питались как огревались когда нас с автомата стреляют я помню товарищ прошел тоже армейскую подготовку у меня тоже два года армия я механик инструктора боевой машины пехоты ну хороший опыт у меня был вообще армейский опыт хороший и у меня еще духа видимо было побольше я владел ситуации когда ты бежишь такое состояние когда в тебя стреляют я помню сейчас я не спасил бы летом или зимой подбежали летом июнь июня 80-й год и вот это была зона большой сом на олимпиаду ты участвовать рвался готовился готовился в олимпиаду я на олимпиаду по-другому готовился и самое интересное это я меду биатлоны я так и не попал никуда 75 году просто мать скоропостижно умерла и все спорт у меня закончил на этом и знаете ну здесь я вот когда мы выскочили у нас состояние это вот такой стресс психологически все я вот наблюдаю а у меня товарищи приотстали я думаю ну разворачиваюсь уже в лесу я уже когда очередь одна прошла я вижу ствол уводит а я прыгнул первое там был такое большое бревно и я за него прыгаю а там лужи и вот я как приземлился брызги вверх летят я смотрю в сторону первой вышки который 50 метров и смотрю он ствол уводит я уже ориентируюсь хорошо ствол уводит значит стреляет уже в другую сторону не по мне и я спокойно прыгаю и опять бегу до леса а он бежит даже не вот так и не не виляет это у нас по армейски нужно вот так уходить от поля но бежать в разную сторону вилять как бы такими вот поворотами а он бежит и потом я оглянулся опять в лес забежала вроде никого нет и вот я и друг вот а это секунды они в этот момент растягиваются как вечер кажется сколько времени прошло это всего может пять секунд можно и вот и вдруг он выбегает у него ноги волочатся по земле и он не может им как-то шевелить а его тоже у нас главное 3 ведь все плоти вот этот а второй витя заборских и я ведь и крикун как и притом такие у нас это и я говорю ранее нет а глаза таки еду а где 3 не знаю я буду все побежали и все и и я его поддернул чтобы он по активнее стал бежать и все и бегу а у меня как бегал много по лесу в тренировке проводили же как россы когда биатлоном занимался лыжи я бегу и я сразу по сторонам смотрю и вижу солдата уже бегут на перехват я залег он рядом стал надо мной я ну понимаю что ты стоишь делай как я хотя бы залечь на время ну чтобы не увидели я не кричат солдат уже видим видим давай серёжа собаку давай сюда и все я дальше его и самое интересное там большой сом речка там весной малевой сплав там специально навалил шабеля леса и малевой сплав это отправляет по реке не машинами а по реке и по тайге это река и все там течет дальше большого сома бельбу и дальше в бишеру и вот я смотрю ну речка я знаю что по речке уходить мы должны по реке уйти если мы уйдем по реке мы сразу сбиваем погоню на 4 и надо 4 группы одна пойдет собаками а по одной стороне берег другая с другой и так в разные стороны 4 группа с собаками а ну да это все это если ты ушел в разные стороны я забегаю и в речку направляюсь а он пробегает а речки мелкие такие по колено где там потом выше было больше и он бежит дальше я его догоняю как же так и ему горю ты что пошли за мной ну ты куда бежишь ты ну нас собаками догонят по запаху вот я говорю ты что его торможу за мной а он не понимает и опять в речку и ухожу по речке а он опять на берег выскакивает я его так шесть раз я вот так поймал человек впадает он вообще он не соображал и вот самое интересное это вот момент незабываемый выставить у него слетели вельветки были у меня кроссовки на ногах ну для легкости бега время да нет 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 я просто это и самое интересное вот этот момент вы знаете у него вельветки слетели и мы по сучкам летим уже я его за собой уже в речку направляю я им говорю ноги береги ноги если он ноги себе безбежит все он уже не не билет по тайге это все невозможно пробьет и проткнет и все лечить нет чем тут в тот момент я говорю ноги береги а он только на меня смотрит лишь бы жопа цела была но смеяться там не было времени мы как рванули дальше и все и в итоге 700 метров уже по воде где флайф где в рот ну по-разному и в итоге вы на берег я помню а злой собак сюда все подальше дальше дальше и отстали но где-то отстали и вот я помню мы сорвали себя бирки осуженные вот фамилии бирки фамилии бросили такие довольно ну так вот мы свободные люди уже бросили и вот знаете через а нам же питаться надо как-то а воровать нельзя ничего нельзя потому что сразу отцепит этот район ну будет ясно чтобы дам да обнаружить и крадемся вдоль ночью мы идем а днем ложимся под сучки и там нас комары самая страшная пытка это были комары и мошка самая страшная пытка все голод не так но мы голод тоже достает но голод не так и вот на третье сутки а я сбился с дороги я ориентира имел определенно но тут в тайге ориентира не стала гора была полет гора которую вы высится над тайгой и друг ее не видно ни горы не видно и так одна сплошная тайга я на сосно или ель высокую самую залезу и спускаюсь и говорю слушай там кругом бескрайняя тайга самое интересное вот вершины так ну уже все равнинка такая тайга сплошная и игорю ведь у нас горю это ничего рядом ни огоньков ни дыма нету ну поселение но горю зато уверенно что тут нас не возьмут но я ему беру ну гарантия что тут нас не возьмут потому что чё толку тут расставлять в дебрях то вы как вообще ничего не ели или там какие-нибудь ягоды были на мы ели пиканы щавель там ну это как раз июнь конец все это вот уже мы знали что есть кислица там но разные вещи такие вот мы их ели но самое интересное вот мы сейчас скажу сим сим поселок сим это уже тридцать километров от нашей зоны и мы ночью приходим на этот сим ну вышли трое суток так пробродили по тайге и выходим камеры закусали где у меня там сорвала колючая проволока сорвала у меня я вытащил за собой всю проволоку и у меня там искусали так что коротцы сплошные на лице на руках я в одну это проложила там закрыто на крючок думал по бесшумно оборую один на домик я такой крючок открываю а там стоит какой-то поселенец как я понял и он такой на меня смотрит его что за поселок он говорит сим а я думаю мы за три дня мы могли уйти на 100 километров а тут всем 30 километров я да не может быть в общем я бы есть что не поесть у меня я вот и меня не видел но я даю понять что я один ты меня не видел и мы прошли по зоне там особый режим в этом 7 его еще называют кровавые сим почему там бунтовали заключенные там очень много расстреляли и там даже река сим текла полностью крови вот как какая жизнь была то какие года какие я не помню но это ну да побега до побега это не при мне это была история которую рассказывали и вот и в итоге и мы ребят если кто-то что-то об этом слышал напишите кто знает вот об этом кровавом режиме и самое интересное мы идем по уже поэтому по бирже они днем работают а ночью она не работает бирже вот такие там были условия и мы по бирже идем где ночью да ночью где особо опасно вот россия блин с лагеря в лагерь забрели как кино самое интересное самое интересное что мы идем там где-то мы одели там резинтовку где-то там прорезинова отделе ажиотов как нашли да да и сухари хлеба там нашли там и там еще полосы как отмечают на этих одежда на на больно как бы она больно на нее полосы на белой краской ну как уже особый режим с полосами и все и можно еще лучше стрелять по белым по белым мишени как лиц вот и мы одели это все взяли богорик там взяли топор еще там ну и все ну как бы вооружились и самое интересное вышли по берегу реки идем а уже там посты уже расставлены были везде и в основном через 10-15 километров стоят посты там где поселенцы расплавляют лес и помогают лесу проходите ну специально они сплавщики вот и там сидят офицеры прапорщики сидят засадах солдаты но очень много секрета секрет и простые там все есть на всех реках и вот и в итоге мы идем а я смотрю а я притормозил немножко и щавель собираю в руку чтобы потом по дороге он просто много щавеля хорошие свежие и все я собираю и приотстал а мы же еще у нас внизу то вся эта робота еще осуждены вот у меня милистин тогда считался на усиленном это милистин когда очень до консервный фраер я смотрю он стоит я чувствуешь он будет а он смотри на то другой стороне а я смотрю там стоит как будто рыбак а у него бриджи прапорщика ему говорю ты чё встал ты ложись и я говорил видел он тебя он да я не знаю а раз не знает видел не видел вот стояла он 70 метров нас отделяла река я говорю да это же ты чё про проще какая там судочка он будет стоять ты чё смеешься что ли это пост и все и мы уползаем по траве и до леса 200 метров примерно мы залез и доползаем только встали и начинаем отрыв оттуда делать а за нами уже погоня уже сообщили с этого поста по рации и за ним погоня его они знают местность хорошо знают а мы-то удаляемся от реки чтобы ну уйти в тайгу и вот они местность хорошо знают и они как бы лавой такой полу полу дугой нас направляет вот этот погони направляют в болото а мы же этого не знали мы бежим все потом я смотрю все-то топкой топкой болото уже такая трясина я говорю торможу говорю подожди надо проверить и уже палкой начинаю сломал палку и проверяю в болото проваливается ну сквозь слой проваливаться они все они уже не бегут уже спокойно знаю что они мы попали с ловушку в каплан и вот знаете самое интересное в этот момент откуда-то я где-то прочитал книжку как раз когда сидел еще в тюрьме я прочитал книжку и белорусские партизаны обходили вот это болото когда топка перекатом я это вспомнил в этот момент я думаю что делать ногами пойдем мы провалимся я говорю делаю как я как лизавета бричкина как базаре здесь тихие я говорю ему говорю только параллельно мне и я лег и покатился вот просто и детенька не слышал об этом перекатом а там островок и сосны там есть остров зеленый уже с деревьями значит там земля нормально только на несколько метров надо вот именно этого болота и мы так вот перекатом он также исполнил мы грязные все выползли там и залегли в ложбинки небольшой а мы они даже не знают как мы преодолеет расстояние но единственное что они сделали они начали с автоматов расселивать этот остров полностью летят эти осколки ну щепки летят там это кусты срубает но деревья там же акм 762 пробивает деревья там вообще и вот мы лежим думаю как же так вот ложбинка нам это просто спасение все и когда вас либо утихла мы с той стороны также перекатом ушли с этого острова и пока мы бежали все грязные там это и в одном месте остановились речка ну километров 5 отбежали наверно и мы речки все быстренько это споласкиваем быстренько споласкиваем и выжимаем только выжили и в этот момент вертолет летит в ту сторону как успели ну мы конечно переоделись снова в сырое и убежали вот мы бежали так там приключение было но вот о чем меня просил иваныч рассказать это я просто ситуация она дважды у меня такая была мы голодные 7 суток вообще ничего вообще вот только зеленые это и мы стали как жвач на животное превращаться я так не буду там рассказывать почему но самое интересное вы знаете опасность какая мы уже от голода выходим чуть не самым этим постам вот в одном месте мы плывем на двух связанных бревнышках это Вильва река уже два связали толстые бревна и на них плывем по реке нас несет течение чтобы уже берегом не ходить вот момент какой был а когда они плывут на моторке мотор слышен за 2-3 километра там вот таких поворотов и мы слышим плывут все мы сразу включали в берегу я говорю не оставляешь шест вот вот надо сбоку чтобы как будто ну сплав идет два брена там торчат мы а он тут воткнула мы забежали на крутой берег и зарегли плывут там там человек семь большая моторка какой-то офицер и прав этим сплавщиком говорит а это что за бревна а он воткнул шерсть я вот еще так оставил то нельзя показывать что вот один и сплавщик говорит да мы тут рыбачим с этого как это чего знает он или ну не знаю почему он где там это с рыбачим и они подплыли к этой их избушке а подплыли и ушли потом снова семьи куда-то уплыли а мы лежим а нам же хочется уже украсть что-то и мы подползают представить туда подползаем подползаем тут какое-то большое поваленное дерево мы залегли еще рассматриваем и в этот момент с избушки выходят один спортивным синим трико шерстяной я понял и гимнастику такую делать я понимаю что сплавщиком не до гимнастики это явно уже это прапорщики лет и все и ну не солдат даже а прапорщик и в итоге только я понял что там никто не но не все уехали и думаю не надо ползать и только я поднялся говорю надо уходить и в этот момент слева прямо по тропинке идет прапорщик у него кобура тут на прямо справа пяти метрах от нас и вот я встал вот он идет как он не заметил я на коленке так встал и я сразу товарищу на плечо руку положил лошистик и сам потихонечку прилег как вот вот рядом чудо он с пистолетом мы бы не успели до него допрыгнуть вот и в итоге кончилось тем что мы уползаем из через 300 метров от этого увидели на заброшенной дороге зимних и там лужи и в лужах плавают четыре утенка и мы давай за ним гоняться вот не обмен самое интересное что логика вот здесь вооруженные вот здесь конкретно 300 метров а мы только в лесочек вот 300 от них отошли и в этом как зимнике этот зимник в ложе давай ловить эти четырех утят они от нас ныряют и их долго трудно поймать не так просто в итоге одного поймал и мы за полкилометра сделали костер сварили бульончик а те у вас было там и жена ну а ну чем зажигали ну уже спички то мы нашли это мы в этом с собой еще мы в победа брали там у меня же было в целлофане когда у меня были метательные там эти сделаны такие 6-миллиметровые проволоки такие для метания были заостренные и нож как бы не было такого ножа как биться ну не было времени подготовили две недели на зоне там за мной председатель свп ходил как привязанный все у меня у меня сразу моя биография и начальник дал команду чтобы меня контролировали каждому вот полчаса он не может меня найти бегает и ищет все время нет давай так сколько нам до конца пока до того как вам вас поймали я могу сократить конечно нет не надо ничего сокращать ребят мы просто делаем перерыв как это продолжение следующей серии следующей серии